по телевизору да телевизор увидели а то может быть он тоже к вам приходил ваш в район так хорошо медведев медведев ну да тоже тоже был такой у нас был такой человек то ладно это вот известные люди а какие-нибудь здрасте какие-нибудь женщины известные плохо слышно кто-то говорит неплохо слышно ну ладно вспомним еще вот например про фильм сказать это какой фильм интересный фильм интересный фильм это интересный фильм так и книга какая интересная книга да а вы смотрите кино смотрите какие российские фильмы смотрели или еще не смотрели я смотрела да а какой русский фильм не помните как я сейчас имя не помню название когда мы говорим или город тогда это название имя это только у человека хорошо а книги например вы любите книги я люблю да читаете да читаем много каждый день а что вы читаете какие книги русские интересно так ну ладно вы читаете книги такие как на бумаге или электронные бумаги у вас дома книги есть да интересно ну вот значит это фильм интересный книга интересная да ну и понятно что мы можем сказать да парк или девушка мы говорили это какой парк красивый какой новый парк красивый да ну а мы я не могу сказать что это новый парк потому что это парк около кремля в центре города да да и не совсем новый он конечно он там давно но конечно он чистый красивый да там сейчас вот ремонт все в порядке да можно сказать что он конечно 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 так теперь вот смотрите вопросы мы с вами знаем вопросы знаем какой так еще какой дом какая и какое и какое и какое когда мы учили с вами чей вопрос да тоже вы говорили мой так еще мы моя 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 и мое и мое да моё да моё ну а вы помните что у нас есть три да три рода дом это он дом он книга она она и окно это оно 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 да и вот эти вопросы тоже какой или какая Или какое. Да, какое и какая и какое. Вот мы можем сказать, и мы говорили. Мы начали говорить, но вот была проблема у меня с интернетом, да? Так, ещё раз тогда. Ну, ничего, повторим. Значит, какой это дом? Новый дом. Новый дом. Какая это машина? Новая. Новая, да, это новая. Машина. И какое это окно? Моё окно. Моё, ваше, неважное нам. Я спрашиваю, какой. Значит, вот мы начали говорить новый, значит, и меняем. Новый, новая, да? Ваше окно. Моё? Новое окно. Новое, да. Я не говорила вопрос чей, а это был вопрос какой. Вот здесь посмотрим, какой это дом, какая сумка. Старый. Старый дом. Старый. Старый дом. Сумка какая? Сумка эстария. Старая сумка. Угу. И кресло. Старое. 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 Да. Старое. Чемодан. Старое кресло. Чемодан. Ну, похож на чемодан, но это такая сумка, как для доктора. Чемодан, это для дороги, для туристов, так? Вот. Это сумка всё-таки медицинская. Сумка. Угу. Так, теперь говорим, какой тут мальчик, девочка или дерево. Мальчик какой? Красивый. Красивый мальчик. Так, маленький мальчик, да? Маленький мальчик. Наверное, один год. Да? Девочка маленькая или большая? Маленькая. Маленькая тоже. Маленькая девочка, да? И дерево. Маленькое дерево. Маленькое. Маленькое дерево, да. Это маленькое дерево. Какое? Я могу сейчас написать для примера, потому что только мы говорим можно и написать здесь вот будет как это маленький смотрите маленький мальчик мальчик маленький девочка маленькая и дерево маленькая маленькая посмотрите но похожи эти слова конечно только здесь у нас меняется вот эта часть это называется окончание так у кого там тоже маленький маленькая вот если хотите можете записать или напишите потом по презентации смотрите как но когда пишите сейчас конечно уже потом остается когда потом можно и совсем не написать маленький маленькая старый новый надо писать напишем дом или так понятно 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 старый стая только здесь почему я написала потому что есть здесь буква к и после нее видите и потому что когда мы говорили здесь это например дом какой да дом новый не новый 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 да здесь было другое окончание новый 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 так же здесь было старый 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 вот здесь окончание новый старый так старый да да а это смотрим еще раз маленький 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 так вот здесь тоже будет по-другому мы говорили это город какой город красивый так а если мы посмотрим например вот на собаку собака какая большая большая да и все слова здесь тоже будут большой большой например вот первый это город какой это город большой да это большой город Москва маленький город? Нет, большой. Конечно, большой. Это даже самый большой город в России, да? Большой. И смотрите, здесь ой на конце. Какой? Как в вопросе. Большой. Потом мы говорим про собаку, что собака большая. Здесь всё как обычно. Какая? Так. Внизу рисунок. Это зеркало. Зеркало какое? Большое. Зеркало. Большое. Да. Зеркало большое. Большое. Да. Даже лучше поставить зеркало. Сюда. Да. Город. Собаку сюда. Вот. Итак, нам будет понятно, что слова вроде бы похожи, они одинаковые. Это большой. Собака. Большая. Зеркало. Большое. Большое. Как в вопросах, да? Какой? Какая? Так. И какое? Ваш дом большой или маленький? Моя дом... Дома какая? Мой дом. Дом. Это он. Большая или маленькая? Квартира. Маленькая. Ну, когда мы говорим, например, одна комната, да? Одна комната. Маленькая. Маленькая. Моя квартира большая. Сколько комнат? У меня три. Сколько комнат? Три. Это маленькая квартира? Какая маленькая? Это большая. Для России это хорошая квартира. Большая. Так. Вот. Значит, смотрите. А, нет, не всё я ещё сказала. Здесь, например, чай. Ещё что? Погода. Да? Какая погода? Какая? Холодная. Да, да, да. Холодная. Да, холодная. Так? Холодная. И что там последнее у нас? Мороженое. 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 Так. И вот здесь как будут эти слова? Посмотрите. Можете записать. Значит, холодный, да? Чай. Холодный чай. Холодный. Чай. Погода. Холодная. Погода. Холодная. И мороженое. Какое? Холодное. Холодное. Здесь холодный. Она. Холодная. Оно. Ага. Мороженое. Холодное. Холодное. Так. Здравствуйте. Здрасте. Сейчас погода в Москве холодная? Немного. Немного. Не сильно, да? Да. Ну вот сейчас погода, можно сказать, прохладная. Да? Так мы говорим. Прохладная. То есть зимой, конечно... 14 град. Прохладно. Можно 50? То есть, конечно, когда зима, погода холодная, да? А можно, если мы говорим сейчас, прохладно. Да, сейчас прохладно. Сейчас прохладно. Все? Да. Так, посмотрите, вот есть слова, где мягкий знак. Так? Да. Там, где мягкий знак. Это может быть и он, может быть и она. Например, словарь. Словарь какой? Словарь. Большой. Большой. Мужской, да. Мужской род. Словарь. Мы скажем словарь. Большой. Шампунь. 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 Учитель. И учитель. 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 Шампунь и учитель – это он. Она большая. Да, если она большая, то это слова. Слова. Тетрадь. 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 Да, еще. Больша. Большой. Больший. Большая. 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 Что большая? Слово. Слово. Большое слово. Тетрадь большая, потом, смотрите, площадь. Слово. Доль. Соль. Соль, да. Или дочь. Дочь. И мать. Мать, да. Все слова, везде, здесь мягкий знак. Но это она. Соль, она. Тоже. Ну, дочь, конечно, и мать. А вот шампунь. Шампунь. Или учитель. Гласные буквы тоже пишутся мягкие знаки? Нет, нет. Это все слова на конце, там есть согласные. Ре, да? Ре. Ре. Так. Нэ. Ну, они будут мягкие. Ре. Нэ. Ле. Когда согласные, мягкий знак пишется, но это другой случай. Так, вот, тетрадь, вот сейчас здесь. Соль. Так. Дочь. Мать. 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 Как сказать, тетрадь, например, да? Вот у меня тетрадь есть, если вы увидите. Это какая тетрадь? Тетрая. А? Большая. 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 Большая тетрадь. Еще тут нет ничего. Она какая? Я еще не писала там. Значит, она? Новая. Новая. Это большая новая тетрадь. Да? Новая. Я там еще не писала ничего. Ну, это для того, чтобы вы знали. Дальше идем и повторяем. Вот здесь какое слово можно вспомнить? Суп, курица, печенье. Какие они? Вкусные. Вкусные. Да, вкусные. Значит, вопрос. Какой это суп? Вкусный суп. Вкусный суп, да. Какая курица? Вкусная. Вкусная. Да, вкусная курица. И печенье. Печенье оно какое? Вкусное. Вкусные. Вкусное. Вкусные. Вкусные. Вкусное печенье. Да, вкусное. Вкусное. Вкусное печенье. Хорошо. А что ещё можно сказать? Что ещё вкусное? Фрукты. Фрукты вкусные. Так. Печенье вкусное. Ещё что вкусное? Бананы вкусные. Бананы вкусные. Что вкусное? Яблоко. Яблоко вкусное. Ясно. Финики? Ага, хорошо. Так, здесь что мы скажем? Какой это чай? Горячий. Горячий. Горячий чай. Да, вода. Вода в чайнике какая? Горячая вода. Горячая вода. Горячая вода. Мясо. Какое? Горячее. Горячее мясо. Нет, горячее. Горячее. Да, потому что здесь есть че. Там, где че обычно стоит е окончание. Сейчас вот так я сделаю. Посмотрите внимательно. Так, горячий. Горячий. Видите, здесь и. Ну, сейчас мы покажем. Горячий. Вода. Еще раз какая? Горячая. Горячая вода и мясо. Мясо. Горячее. Горячее. Да. Здесь и. Здесь ая. А здесь две е. Горячее. Горячее. Так. Кто-то пишет? Не пишите. Ну, напишите. Хорошо. И посмотрим. Вот здесь. Ну, я уж написала, чтобы тоже видели сразу. Какой врач? Да, наверное. Плохой. Какая погода. Плохая погода. Потом еще настроение. Какое? Да. Плохое. Плохое настроение. Это когда, например, говорят, это я не хочу, это я не буду, мне не нравится. Да? Бывает так. Дети. Или девушки, или женщины, или может быть что-то. На улице тоже погода нехорошая. Вот у нас бывает плохое настроение. Так. Хорошо. Вот сейчас мы здесь повторим. Какая? Вопросы. Не какая, а как. Как? Какая? Да. Какая. Какой неважно. Сейчас, подождите. Посмотрите. Вот вопрос, как, например, да? Да. Как он работает? Один работает. Хорошо. Хорошо. А другой? Плохо. Плохо. Да. Мы говорим, это слова антонимы. Антонимы. Как плюс и минус. Да? Да. И можно, вот то, что я убрала, тогда и тогда вопрос какой тоже. Тогда здесь надо окончание другое. Хороший, так. Хороший или плохой. Хороший и плохой тоже это два слова. Хороший будут антонимы. Хорошо. Вот посмотрим. Как работает Пика? Хорошо. Хорошо работает. А как работает Николай? Плохо. Плохо. Да. А работает плохо он. Так. Вспоминаем тоже слово. Поезд едет как? Быстро. 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 А велосипед? Медленно. Велосипед. Медленно. Да. Давайте я напишу, чтобы вы вспомнили. Поезд едет быстро. А велосипед? Медленно. Едет медленно. Так. Посмотрите. Как пишет Марьян? Правильно. 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 Нет ошибок, да? А Хусейн? Неправильно. Неправильно. Хусейн пишет неправильно. Да. Еще вспоминаем. Как слушает Илья? Мальчик. Илья. Илья невнимательно. Невнимательно слушает. А кто слушает внимательно? Рая. Рая, девочка, да? Рая слушает. Мальчик неправильно. Неправильно слушает. Невнимательно. 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 А когда, да, постоянно слушает, смотрит, это значит внимательно. Хорошо? Так, дальше. Кто сколько купил? Так, кто у нас читает вообще? Давайте посмотрим. Соня. Сейчас, сейчас, стойте. Это так. Гулям, да? Гулям? Да. Давайте, посмотрите. Соня. Купил много. А Роман? Это мало. Роман купил мало. Это почему? Потому что денег нет, Роман. Соня не дает, да? Да. Так, ну ладно. Вот теперь, может быть, вы знаете эти слова. Посмотрите. Курить. И спорт. Спорт – это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо, да? И вот, когда мы говорим, что это для человека, для здоровья, да? Тогда такое слово возьмем. Спорт – это? Полезно. Полезно, да. Вы слышали. Спорт – это полезно. А курить полезно? Нет. Нет, конечно. Не полезно. Не полезно. А как? Вредно. Да. Ну, иногда говорят плохо, да? Ну, если мы говорим про здоровье, значит, вот такое слово – вредно. А, например, Кока-Кола – это вредно или полезно? Вредно. А? Вредно? А все любят? Вредно, да. А все любят. А шоколад? Это полезно. Полезно? Да. А много шоколада? Вредно. А много вредно? Да. А много – это вредно, да. Вот надо еще знать, много или мало. Так, хорошо. Дальше. Вот здесь Коля и Оля. Что думает Коля? Овощи? Коля думает, овощи – это вкусно или невкусно? Невкусно. Невкусно. Коля не любит, да? Да. Коля не любит овощи. Так. Оля думает овощи, что, как они? Она любит. Она любит овощи. Ага. Она думает, что овощи – это вкусно. Да? Да. Вы овощи любите? Да. Какие? Какие? Баклажаны любите? Да. Помидоры. Помидоры, баклажаны. Все, да? Да. А капусту любите? Да. Не очень. Не очень. Ну, так в России популярно – пирожки с капустой, вы знаете. Да. Так. Еще такая соленая капуста. Полезно. Там витаминов С много. Да. Да. Коля думает, что овощи. Овощи – это вкусно. Вкусно. Вкусно или не вкусно? Вот теперь нам… Так. Кто-то… Кто-то в метро, что ли, едете? Нет? Смотрите. У нас разные вопросы были, да? Если это дом. Так. Вопрос. Какой? Да? Какой это дом? Какой это дом? Если это машина, то вопрос будет… Какая? Какая? Да. Какая это машина? Машина. Машина. Угу. Большой доктор. Ну, ладно. Видно. И окно. Вопрос. Какой? Какой? Какое. Это окно. Какое это окно? Машина. Говорили, какая? Да? Какая машина? Так. Здесь то же самое. Вопрос первый. Вопрос. Какой? Да? Какой это дом? Так. А потом сумка. Вопрос? Какая? 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 Это. Какая? Угу. И потом кресло. Вопрос? Кресло. Какая? Нет. Это оно. Какое? Кресло. Да. Какое это кресло? Кресло оно. Какое это кресло? Хорошо. И вот здесь, посмотрите, это слова, да? Но здесь не полностью слово, надо ещё туда поставить какую-то часть, так? Вот эти здесь, ая, или ой, уй, ий, да? Или ещё мы сказали, есть кое, да? А кое, да? Все слова, посмотрите, здесь. Чашка, да? Ещё. Чашка. Ещё какое? Комната. Да? Ещё что? Лампа. Лампа. Угу. И сумка, да? Ну и дальше. Это. Шляпа. Угу. И сосиска. И артистка. Артистка. Сосиска. Так. И рыба. Рыба. И квартира. Квартира. Да? Это все слова. Какие? Он или она, или оно? А я. Она. 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 Да? Значит, нам нужно вот здесь выбрать, да? Да. Что это красное написано, такие, это как бы часть, да? Часть слова. Она называется окончание. Окончание. Окончание, да? Вот то, что мы говорили. Новый или там, да? Горячий. Это разные окончания. Так? Мы сейчас прочитаем. Здесь нетрудно. Это всё слова женского рода. Окончание вроде бы одинаковое, да? Да. Вот как мы здесь скажем? Чашка. Это? Большая. Большая. Да. Большая чашка. Так? Комната. Какая? Красивая. Красивая. Комната. Комната. Лампа. Какая? Хорошая лампа. Хорошая лампа. Так. Люсия, вы читаете у меня? Чашка. И давайте. Люсия. Да. Да. Сумка какая? А у меня там что написано? Сумка. Можно маленькая сказать, да. Или вот как здесь? Новая. Новая. Новая сумка, да? Так. Дальше. А здесь? Старая шляпа, да. Дальше. Здесь? Здесь? Сосиска. Горячая сосиска. Так. Кто еще? Вкусняя. Можете читать? Молодая артистка. Молодая артистка. Молодая артистка. Так, дальше. Вкусная. Да. Рыба. Молодая артистка. Какая? Вкусная. Вкусная рыба. И здесь еще квартира. Холодная. Холодная квартира. Ну, так бывает, когда дома холодно, да? Это мы скажем. Так. Если мы слова сейчас поменяем, это будет не чашка, а, например... Ой, зачем такие большие буквы? Так, стойте. Вот, например, здесь. Это? Так, теперь мы будем читать. Большой чемодан. Да. Большой. Правильно. Да? Да. Большой чемодан. Так. Здесь как мы прочитаем? Красивый зонт, точно. Убираем лампу и говорим, например, вот так. Хороший. Да, мы, посмотрите, здесь у нас получается уже разные окончания. Большой, да, большой чемодан. Зонт какой? Красивый. Да? Красивый зонт. День. День какой? Хороший день. Угу. Добрый день, да, может быть. Так. И не сумка, а, например, кто может быть новый? Новый. Новый. Мода новая. Мода это она. А, ну, телефон. Вот, телефон. Да? Какой телефон? Новый. Да. Новый. Новый. Ой. Опять. Новый телефон. Да. Вот видите. Там, где мужской род, да, разные варианты. Ой. Или и. Или и. Так? Вот. Дальше, конечно, могут быть там другие варианты, но у нас с вами закончилось время. Угу. Я вам этот урок, эту презентацию отправлю, да? Ну, дальше ещё на следующем уроке, в понедельник, мы добавим ещё вопрос, какие. Так? Какие – это значит много. Много. Здесь есть примеры, например, мяч и мяч. Мяч и мячи, да? Мяч и мячи. Человек и люди. Люди. Вот ещё заодно мы вспомним, да, как называются предметы один и много. Всё. Тогда сегодня заканчивается занятие, и урок будет в понедельник. Извините. Я подруга на усне, можно добавляйте мне на группу, пожалуйста. Понятно. Так, но ещё у меня вопрос в группе такой. Ну, как бы, я ещё работаю, да? Сейчас я вам всё объясню, вы мне так сразу, как вы скажете. Удобно вам или, может быть, будем какой-то другой думать вариант. Смотрите, я работаю ещё в университете, так? Угу. Угу. И ваш урок вот сейчас, да? У меня в это время урок в университете у студентов. Вот. То есть у меня будет свободное время в три часа. Три часа дня. Вам удобно? Угу. Да. Нормально? Да. То есть, ну, утром я вот в университете, у меня там занятие у студентов. Хорошо, хорошо. У меня не получится уроки проводить. Сейчас, сами понимаете, да, учебный год такой. Поэтому я вам в группе напишу, что уроки будут также понедельник, среда, пятница, да? Да, да. Но время это в три часа. В три часа, хорошо. Да. Время будет в три часа. Тогда так. До понедельника, да? Да. И уже в понедельник мы с вами начинаем в три часа. Время московское, правильно? Вот. Да, хорошо. Тогда до свидания. Спасибо. До свидания. Так, на Зия вы хотели в группу, да? Да. А какой номер? Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова